Дон, река жизни. Неделя на Дону расскажет, как живем, в каком русле движемся. В студии Анастасия Натальевич, здравствуйте. В ожидании инвестиций в новую экономику Гукова уже готовы вложиться 16 компаний. Сигма, которая рассматривает вопрос строительства тепличного комплекса, только этот проект стоит 22 миллиарда. Право ребенка на лечение Павел Астахов возглавил работу съезда омбудсмена в Донской столице. Нельзя никому отказывать от получения медицинской помощи для своего ребенка. Не может быть причин для отказа. Только вторые гонболистки Ростов-Дона проиграли финал чемпионата страны Астраханочки. Сегодня такое маленькое сражение было. Отсюда будут игроки рождаться хорошие, и сборная будет. Соловьиные вечера. Всероссийская акция предлагает посчитать самых певучих птиц. Отмечаем точки, где мы слышим соловьев. В итоге у нас получается какая-то маршрутная карта. Фитнес-бэби-малыш поможет маме набрать форму после родов в качестве спортивной нагрузки. Растягивается спина. Но так как после родов у всех это проблемно. Ребенка постоянно нужно носить. В бой так с песней на Дону впервые проходит всеармейский смотр-конкурс ансамблей вооруженных сил. Мы от солдата и до маршала. Одна семья, одна земья. Знаменитых артистов будем растить на Дону. За актерской судьбой можно не ехать в столицу. С этого года в Ростове на базе филиалов ГИК откроется операторское отделение. А со следующего актерское рассказал ректор вуза Владимир Малышев на встречу с губернатором. Василий Голубев идею поддержал, заметив, что Донская земля – родина многих деятелей отечественной кинематографии. На встречу приехал и народный артист РСФСР Александр Михайлов. Обсуждали мероприятие, объявленное в России года кино. Гуково в ожидании инвестиционного бума. У шахтерского города теперь статус территории опережающего развития, что освобождает инвесторов от ряда налогов. В списке потенциальных резидентов уже 16 компаний. На трех предприятиях побывал губернатор. Первый камень первого завода территории опережающего развития заложен. Машиностроительное предприятие «Титан» возводят на месте заброшенные шахты. Горники готовы сменить каски на синие воротнички. На заводскую почту каждый день приходят по 15 резюме. В моногороде начинается новая промышленная жизнь. Через год в Центральную Россию и за Урал пойдут вот такие прицепы. Первый корпус предполагает увеличение производственных мощностей ровно в два раза. Это 500 единиц техники в год. После ввода второй очереди мы достигнем мощности 1000 единиц в год. И общий объем товарной продукции будет миллиард сто. Создание трех корпусов, один из которых задуман как технопарк, обойдется в полмиллиарда рублей. Вложения окупятся быстро, убежден инвестор. Резиденты ТОР на 5 лет освобождаются от налогов на прибыль и землю. И 10 лет платят страховые взносы по сниженной ставке. Например, в пенсионный фонд 6% вместо 26%. Заявки на размещение здесь уже подали крупные инвесторы. В Гуково может появиться самая большая теплица в России площадью 200 гектаров. Сигма, которая рассматривает вопрос строительства тепличного комплекса, только этот проект стоит 22 миллиарда. Вот можете считать. А остальные могут добавить. Но об этом нужно говорить, когда они зарегистрируют себя как резиденты территории опережающего социально-экономического развития. ТОР Гуково одна из первых в России. А потому на совещании заместители пяти федеральных министров. Донские власти обязуются до конца года решить все инфраструктурные вопросы с водой, газом и электричеством. Например, Глория Джинс планирует вложить в модернизацию своей фабрики 2,5 миллиарда рублей и создать 2 тысячи новых рабочих мест. Зарплата шве около 30 тысяч рублей. Для них в Гуково построят жилой дом и детсад. Бывшие шахтерские территории перестраивают свою экономику. Новошахтинский рыбокомбинат «Донской», входящий в губернаторскую сотню, открыл первую очередь по производству рыбных снеков. Предприятие готово выпускать 3,5 тысячи тонн продукции ежегодно. Вся рыба у нас российская. Это и местная рыба из местных водоемов и, соответственно, Атлантическая путасу. А морепродукты, а именно изделия из кальмара, к сожалению, в России такие не ловятся. Поэтому мы их вынуждены закупать в Южной Америке. Но зато все остальное, соответственно, российское. И производим мы здесь на месте. Китайские снеки добираются до российского покупателя за два месяца. А донские могут доехать всего за несколько дней. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, «Надон». Губернатор объявил о новой традиции, которая наверняка обретет «Надону» прочные корни. Во второе воскресенье сентября в Ростовской области будут отмечать День земляка и приглашать в гости всех, кто родился «Надону». Исторический момент. Впрочем, заседание правительства области, которое провел Василий Голубев на этой неделе, журналисты назвали историческим. Говорили о донских музеях, сохраняющих нашу историю. К 75-летию Великой Победы музей Самбекские высоты должен быть открыт. Такую задачу поставил перед Минкультом Василий Голубев. А пока он недоволен ходом реализации проекта, предложенного поисковиками. Создать народный военно-исторический комплекс решили еще год назад. Проектно-сметную документацию оплачивает казна. На это уже выделено 16 миллионов рублей. А строить музей решили на народные деньги. 100 рублей с работающего в Ростовской области. И у нас в полном объеме есть финансирование на создание этого музея. Смотрите, в Ростовской области нет ни одного большого музея Великой Отечественной войны. А у нас с вами МИУС-фронт по количеству воевавших там и погибших сравнивается с Курской битвой. Расчетный счет размещен на сайте правительства. Интерес к военной истории растет. И пока живы ветераны, этому направлению музейной работы нужно уделить повышенное внимание. Год 20-й, когда будет 75-летие Победы, ну как бы это ни прискорно было сказано, их будут единицы. Их будет единицы. И пока они живы, именно при них мы должны сделать все, чтобы память об этой войне и их подвиге очень очевидно была представлена в наших городах. Свидетельства войны в музее обычно несут люди. Например, в Пролетарске, где недавно побывал губернатор, экспонаты уже не помещаются. Подыскивают новое помещение. Площади музеев по возможности будут расширять. А на экскурсиях будет больше школьников. Для них впервые разработаны 11 туристических маршрутов, в том числе по местам боевой славы. Мария Индрикова, Станислав Поменко, Надону. Нам песня «Строить и жить» помогает, а если надо, то и воевать. Третий всеармейский смотр-конкурс ансамблей вооруженных сил России «Музыкальный парад-2016» на этой неделе впервые открылся в Ростове на Театральной площади. Корабли и самолеты. Вам привет от морпехоты. Привет от главной базы Балтийского флота города Балтийска Калининградской области передает Денис Максимов. Служить музыкант-самоучка пришел в конце 90-х и ему сразу предложили работу в ВИА «Черные береты». Музыканты объездили весь мир, поддерживали наших военных, в том числе в Сирии. Музыку и слова мы пишем сами, никаких, как говорится, каверов и плагиатов мы не делаем. Программа военных ансамблей от классики до эстрадной музыки. Выбирают сами. А еще, конечно, гимн России, марши и патриотические песни. Высокопрофессиональные, опытные коллективы, которые прошли не одну горячую точку, которые целый год мотались по полигонам. Практически все выступили в Сирии. Семь сотен военных артистов со всей России. Все рода войск, десант, воздушно-космические войска, ракетные стратегического назначения, железнодорожные, флот. Моряки прежде всего поют о родине, и о земле, и о море. Когда заканчивается тяжелая вахта, тяжелая работа, песня, помогает восстановиться самому и людям подарить что-то доброе. Победители в двух десятках номинаций определят за четыре дня. Гала-концерты, церемонии награждения пройдут в субботу в парке Горького. И все испытаны, не раз, не два, двоями, маршами. Мы от солдата и до маршала. Одна семья, одна семья. Ксения Николаева, Станислав Фоменко. На Дону. Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов на этой неделе приезжал в Ростов на 13-й съезд российских омбудсменов. Тема форума – защита прав несовершеннолетних пациентов. Дон входит в пятерку лучших регионов по медицинскому и социальному обслуживанию детей. Визит на Дон Павел Астахов начал со Старопокровского храма. Здесь отслужили молеби на детях. Перед открытием съезда омбудсмен обратил внимание на важнейший прирост в области – рождаемость. И даже в самом болезненном вопросе обеспечения жильем детей-сирот – Дон на первом месте. Сколько квартир в прошлом году было построено и выдано бывшим детям-сиротам? 1285. Я вам скажу, что я первый раз приехал в Ростовскую область в 2007 году, я еще не был уполномочен. Да, предыдущий губернатор тоже строил квартиры. Ну, 200 квартир в год. И то, казалось, это достаточно много. Обсудили и доступность медобслуживания для тяжело больных детей. Родители все чаще жалуются – нет государственных квот и медикаментов. В больницу вовремя не кладут. Поэтому крики о помощи разносятся в соцсетях. Начинаем разбираться. Выясняется, что даже можно без сбора денег и бесплатно сделать эти операции. Моя позиция – нельзя никому отказывать в получении медицинской помощи для своего ребенка. Не может быть причин для отказа. Не может быть. Может быть только причина поиска других решений. Астахов уверен – поддержку можно и нужно просить у соседних регионов. В будущем работу по оказанию своевременной медицинской и социальной помощи детям систематизируют. Возможно, появится своя горячая линия. Донские власти готовы делиться опытом. По поддержке многодетных семей, детей, которые остались без попечения родителей, детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Я думаю, что результат сегодняшний, так как позитивно это все, работа последних лет. Если демография в порядке, значит и экономика тоже будет в порядке. Проблемы Ростовской области в защите прав несовершеннолетних Павел Астахов обсудил с донскими журналистами. Коснулись передач издания театра «Кукол церкви». Главный правозащитник детей призвал не опережать события и подождать результата прокурорской проверки. Юлия Сурикова, Тагир Фатахов. На Дону. Сегодня в Ростове из окна восьмого этажа выпал четырехлетний ребенок. Девочка была в квартире с бабушкой и упала, когда та отлучилась на несколько минут в другую комнату. С травмами различной степени тяжести малышка госпитализирована. В Первомайском районе Ростова на этой неделе двухлетний мальчик выпал из окна десятого этажа. Сейчас он в больнице, врачи борются за его жизнь. Окно было открытым, без москитной сетки, но, заметим, и она ребенка не удержит. Сотни детских жизней каждый год обрываются по такой нелепой причине. Кстати, Павел Астахов проводил статистику по России. За прошлое лето из окон выпали больше тысячи детей. Сто из них погибли. По области за прошлое лето не уследили за 30 малышами. Именно не уследили. Не надейтесь на сетку. Вот у нас москитной сетки здесь нету. Так и не ставили. Там она держится на пластмассовых. Отломались быстренько. И туда выпали. С пятого этажа. Так полтора года назад Яна Чижова стала инвалидом. Не видела, не слышала, не говорила, не могла даже глотать. Два десятка переломов и приговор врачей. Останется растением. Только благодаря упорству родителей удалось добиться определенных успехов. Сейчас девочка пытается стоять и даже учит английский. За этими достижениями бесконечное число процедур. Сделали операцию на глаза. И родители надеются, что зрение вернется. Сетка крепится изнутри помещения на крючках. Что достаточно просто. Вручную снимается. И, соответственно, москитная сетка не защищает от выпадения из окна. И другой способ крепления. Это когда сетка крепится за окном. И держат москитную сетку металлические, либо пластиковые уголки. Подобные крепления веса ребенка не выдержат. Российские производители предлагают лишь способы фиксации створки окна. Обеспечить безопасность своего ребенка можно при помощи нехитрых приспособлений. Так есть ограничители, которые фиксируются внизу окна, либо ручка с ключом. Выбираем нужное положение. И при помощи ключа фиксируем. Установить элементы безопасности можно на любое пластиковое окно. Стоят они около 1000 рублей. Подобные случаи выпадения малолетних из окна происходят ежегодно. В 2014 году установлено 7 таких фактов. В 2015 году 8. В 2016 только один. Оконные конструкции могут быть надежными в той или иной степени. Но гарантией безопасности остается только внимательность взрослых. Олеся Слинько, Тагир Фатахов, на Дону. Коротко новости, о которых говорили на этой неделе. В Ростове началась выдача останков погибших в авиакатастрофе Боинга 737 авиакомпании «Флай Дубай». Родственники получают свидетельство о смерти близких. В память о погибших в сквере ростовского аэропорта будет установлен мемориал «Прерванный полет». Жители Дона, пострадавшие от урагана прошлых выходных, получат компенсацию 10 тысяч рублей. Такое решение принято правительством области. Футбольный Ростов чист. Все допинг-пробы игроков дали отрицательный результат. Напомню, что беспрецедентный случай произошел после матча в Москве с «Динамо». На проверку увели 11 наших футболистов, тогда как обычно проверяют двоих. Антитопинговым службам поступил сигнал, что ростовчане принимают пресловутый мельдоний. Теперь подозрения сняты и завтра Ростов пойдет в последний бой за чемпионство. И напоследок. На Дону разыскивается «Счастливчик». Выиграл в гослото 5 миллионов рублей. А на связь не выходит. Известно лишь, что он сделал ставку 1080 рублей в одном из киосков области. Красиво поет. Начиная с выходных с 22 по 24 мая страна считает Соловьев. Стартует акция Союза охраны птиц России «Соловьиные вечера». Проводится она в 40 городах с 2000 года. В прошлом году насчитали 4400 певучих пташек. Каким образом? Узнаем у председателя Ростовского отделения Союза охраны птиц России Александра Липковича. Александр Давидович, каким образом можно посчитать Соловьев? И как-то маркирует, возможно отлавливает. Люди наверняка не задумываются, как это сделает. А это же интересно. Соловьи маркируют себя сами. Ведь что такое песня? Это звуковой маркер. То есть птица говорит «я здесь». И услышать это могут не только птицы, но и люди. Значит, если мы проходим какой-то маршрут и на нем отмечаем точки, где мы слышим Соловьев, в итоге у нас получается какая-то маршрутная карта. И чем больше таких маршрутов по паркам города, тем точнее мы будем знать, сколько у нас Соловьев. У Соловья очень своеобразная песня. А уж современному человеку с нынешними возможностями, буквально несколькими нажатиями кнопки, можно в интернете услышать пение любой птицы. А раз услышав Соловья, вы его ни с кем не спутаете. Вы говорили мне по секрету, что есть у Соловьев диалекты. Это как? Это так, что каждый Соловей в разной географической зоне поет по-разному. Ведь не случайно известны курские Соловьи. У них очень многообразный такой диалект. И более того, птицы сами это очень четко различают. Я думаю, что самки Соловьев любят ушами. Иначе зачем бы Соловьи выдумывали такие сложные песни? А ростовские и донские Соловьи как-то особенно поют? Да, конечно. Они поют очень здорово. И более того, помимо диалектов, есть еще и индивидуально особо выдающиеся певцы. И в старину за ними устраивали настоящие охоты. Потому что получить такого певца и иметь его у себя, ну, раньше это было, например, в трактире, вы представляете, целое представление. Люди ехали издалека, чтобы услышать знаменитого Соловья. Соловей птица неяркая. Ну, узнать мы его можем, скажем, по картинке. Вот Соловей собственной персоной, наш обыкновенный Соловей. Это момент так называемого горлового пения. То есть не всегда, когда поет, он широко открывает клюв. Акция «Соловьиные вечера» проходит уже не первый год. В различных городах есть уже какие-то данные, кто активнее всего участвует? Да, есть более активные регионы. Это Центральная Россия, это Москва, это Курск, это Липецкая область. То есть те места, где традиционно Соловьев много, где их хорошо знают и любят. Я надеюсь, что за это время мы своих Соловьев услышим, посчитаем и тоже внесем свой вклад в это исследование народное. Спасибо вам за интервью большое. Всего хорошего. Чтобы участвовать в акции, нужно первое – найти место, где поют Соловьи. Второе – вечером на заходе солнца сосчитать певцов. Третье – записать адрес места, где вы слышали его чудесные трели. Координатор – Ростовский зоопарк. Данные можно передать по телефону, который вы видите на экране, или прислать на почту. Адрес на сайте Ростовского зоопарка. Маленький ребенок может помочь маме прийти в форму после родов. Фитнес-программу, в которой спортивным снарядом становится малыш, а занятием – прогулка или игра с ним, разработала тренер из Краснодара Елена Беляева. На этой неделе она провела тренировку в Ростове. После родов Елена стала восстанавливать фигуру дома, введя в упражнение сына. Периодически занятия снимала и выкладывала в соцсеть. Так появились единомышленники и объединились во Всероссийское общественное движение. Более того, мы с Институтом физкультуры, который находится в Краснодаре, разработали первую в России обучающую программу для фитнес-тренеров. То есть, если фитнес-тренер хочет проспециализироваться по направлению фитнес-малышу, он это делает у нас. Еженедельные тренировки проходят по всей России. В Ростове каждый раз в новом парке. Екатерина Аллу занимается дома. Ехать куда-то далеко ей сложно, а все занятия можно найти в соцсетях и на YouTube. Сегодня она впервые на живой тренировке. С парком Горького живет рядом. Элементарная суставная гимнастика идет непосредственно, и там некоторые элементы на растяжку. Еще упражнение для спины. Там тоже именно растягивается спина. Но так как после родов у всех это проблемно. Ребенка постоянно нужно носить. Все упражнения мамочки делают с детьми. Используют их в качестве нагрузки. Для ребят постарше на время тренировки организована детская площадка. Когда родился мой ребеночек, я решила, что мне это необходимо заниматься. Имея компанию подруг с детками, я решила, что можно в принципе организовать группу, с которой вместе мы сможем заниматься. Помимо пользы от занятий, мамы и малыши получают новые знакомства и общения. Евгения Слинкина, Юрий Бабенко, Надону. На этой неделе футбольный Ростов преподнес невероятный подарок своим поклонникам. Впервые в своей истории наш клуб завоевал путевку в главный футбольный турнир Европы. Как это было, расскажет ведущий передачи «Спорт на Дону» Роман Саганов. Ростов в Лиге чемпионов. Эти слова будоражат сердца донских поклонников футбола целую неделю. Кто бы мог подумать, еще в прошлом сезоне наша команда боролась за выживание. Теперь же бьется за чемпионство. Главный возмутитель спокойствия в российском футболе в предпоследнем туре одержал победу над Уралом и завоевал серебряные награды национального чемпионата. Исход поединка решил единственный гол Сердара Азмуна. Ликованию болельщиков не было предела. Нужна была победа, и слава Всевышнему, что она пришла. С чем поздравляем наших болельщиков, даем наш дарник. Ребятам большое спасибо. Вчера Ростова очень хорошая команда, мы знали, на что мы готовимся. И момент решил, забили хороший, красивый гол. Мы не смогли, у нас в принципе подходы такие были, конечно, не серьезные прям, но мы победили заслуженно, значит, команда Ростова. Тяжелый матч такой. И на футболистам Уралу, наверное, такая нужна была эта победа сегодня. Ну, очень удивительно. Нам она нужна, потому что мы боремся за медали, и поэтому от нас сегодня ждали, наверное, болельщики победы. Позади такие гранды отечественного футбола, как «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». Впереди последний тур. Отставание от ЦСКА – два очка. Так что в случае победы в Грозном и осечки ЦСКА в матче с Рубином, но не будем загадывать. А вот чемпионом страны по гандболу уже стала Астраханочка. Сказать, что Ростов удивлен и разочарован, ничего не сказать. В триумфе на российском уровне мало кто сомневался. Однако соперницы победили дома 21-20. И в серии до двух побед ростовчанки должны были дважды выиграть на Дону. Не вышло и разом. Обычно непробиваемая защита пропала. За первый тайм пропустили 18 голов. На целый матч хватит. Забивали тоже легко, но снова масса потерь. Перерыву минус два. Во втором тайме догоняем и даже выходим вперед, но опять теряем инициативу. На 20-й минуте соперницы начинают последний рывок 25-24. А мы подхватить не можем. За пять минут до конца все ясно. Это полностью моя ответственность. Давайте не будем винить девочек. Они действительно старались. Мы не нашли силы и правильный ритм в течение последнего месяца. Конечно, Астраханочка играла лучше. Иначе бы не победила. В итоге 26-28. Главный творец победы Астрахани, работающий там вторым тренером, главком сборной Евгений Трифилов. Сегодня такое маленькое сражение было. Отсюда будут игроки рождаться хорошие. И сборная будет. У ростовчанок остался последний шанс взять в этом неоднозначном сезоне хоть один трофей. Завтра-послезавтра в Астрахани финал четырех Кубка России. А что у вас? А у нас цветы. Так бывает, когда в студию приходит художник. Лица на портретах его кисти всегда в обравлении цветов. В знак душевного расположения автора к тому, кого изображает. Сегодня гвоздь программы заслуженный художник России Юрий Герасимов. Пятница. Сегодня можно. Ночь музеев пройдет на Дону с субботы на воскресенье. Галереи и выставочные площадки будут работать до 11 вечера, а некоторые и до полуночи. Главная тема акции – год российского кино. 43 музея области подготовят программы и викторины. Например, в Ростовском музее кровезения покажут ретро-фильмы о Донской столице. Проведут интерактивную экскурсию «Куда уходит детство» и пешеходные экскурсии. Помимо нашей традиционной экскурсии по Старому Ростову, мы еще предлагаем новую экскурсию из истории старого синематографа и тайны особняка Солодова. По Большой Садовой мы пройдемся к газетному 47 и расскажем о тайне этого особняка. По общему музейному фонду Ростовская область занимает 5-е рейдинговое место в Российской Федерации. Общий музейный фонд Ростовской области – 1 миллион 800 тысяч единиц хранения. Основная цель ночи музеев – привлечь молодежь. В воскресенье 22 мая «Единая Россия» проведет по всей стране предварительное голосование. По его результатам будет сформирован партийный список кандидатов в депутаты Государственной Думы 7-го созыва. В Ростовской области зарегистрировано 79 участников. Для предварительного голосования открыто 532 счетных участка. Работать они будут с 8 утра до 8 вечера. Эксперты предполагают явку на уровне 10-15%. В таком русле течет жизнь на Дону. В студии была Анастасия Натальевич. Приятных выходных! Какие только испытания не готовила нам погода в последние дни. Смерч, грозы, град и постоянное оповещение о штормовом предупреждении. Разойдутся ли облака над Ростовской областью? Здравствуйте! Сейчас расскажу подробнее. Сорваны десятки крыс жилых домов, затоплены помещения. А Новочеркасск чуть было не захлебнулся в дождевой воде. Подобно морским волнам она билась о бурдюры и выливалась на тротуары. В некоторых лужах можно было увязнуть по пояс. Пришлось даже отменить уроки в школах. Хорошие новости. Стихия потихоньку успокаивается. Солнечные теплые выходные нам гарантированы. В Станице Вешенской до 20 градусов, в Облиской до 21. Небольшой дождь пройдет в Чертково в субботу. Температура там останется в пределах 19-20 градусов. Чистое небо над головой будет у жителей Белой Калитвы и Шахт. И столбики термометров дотянут до 23 градусов тепла. На градус выше в Сальске и Волгодонске. Это максимальная температура на выходных. В Таганроге плюс 21-22. Погода в Ростове тоже приветливая и спокойная. До 23 градусов. Ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. А теперь погода на рынке оптовой торговли области. По сведениям Ростов-Стата, объем таких продаж вырос до почти полутора триллионов рублей. И вывел регион на первое место в ЮФО и в пятерку лучших по стране. В 2015 году непростом для российской экономики в целом по стране оборот оптовой торговли сократился на 10%. В Южном федеральном округе потерял полтора. В то же время на Дону отмечен прирост плюс 4,9%. В выходе донские оптовики быстрее адаптировались к новым экономическим условиям. Более половины объема оптовых продаж у нас приходится на сельскохозяйственное сырье и пищевые продукты. В прошлом году особенно прибавили сыры плюс 50% и растительное масло плюс 30%. У молока плюс 16%, муки оптом продали больше на 15%, мясо птицы на 8%. Кондитерских изделий на 6%. Успешность оптовых организаций зависит от объективной оценки, соотношения их возможностей и потребностей региона. Самую точную информацию о продовольственном потенциале Дона даст сельхозперепись, которая начнется по всей стране 1 июля. На этом у меня все. Статистические данные предоставлены Ростов-Статом. Я вам желаю безоблачных выходных. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином Манго.